Шахматный тренер Вера Кузьмичева, поклонница таланта Эльдара Рязанова, про жизнь и карьеру известного кинорежиссера знает почти все. Узнав, что в музее проходит квест «Интеллектуальная игра», с удовольствием приняла в ней участие. Ну Рязанов это вообще необыкновенный человек сам по себе. Он и не только как режиссер, он прекрасный поэт. Кстати, вот в этом музее можно послушать стихи его исполнения по телефону. У него замечательные стихи. 18 ноября Рязанову исполнилось бы 92 года. Эльдар Александрович родился в Самаре. Сейчас в его доме музей. От посетителей нет отбоя, рассказывают экскурсоводы. А чтобы знакомство с известным режиссером, продюсером, сценаристом, драматургом, актером, поэтом, телеведущим было более интересным, хранители квартиры музея придумывают и проводят квесты. На этот раз тема в гостях у Эльдара Рязанова. Его можно назвать таким киноквестом, поскольку он посвящен и работам самого Эльдара Александровича, и вообще в целом о советском кинематографе. Ну и даже у участников есть возможность узнать такие новые интересные факты не только из его биографии, не только из работы, но еще даже и об истории военного Куйбышева. За спиной у Елены Халеевой военное детство почти ровесница Рязанова. Видела фильмы самарского режиссера не один раз. По цитатам может угадать любую его картину. Квест прошла без труда. Идея альтернативной экскурсии любительницы советского кино понравилась. Шли мы по цепочке, по подсказкам, отгадывали, вспоминали актеров, фильмы, песни. То есть все прекрасно. Интересно, конечно, это необычно, это так живо, очень увлекательно, поэтому надо участвовать в таком. Это уже новые формы, видимо, работы музеев. Это очень, очень хорошо. В музее Рязанова проходит три квеста. Один для детей, тайна музейных экспонатов или путешествия в советское детство. И два для взрослых. В гостях у Эльдара Рязанова и знатоки кино. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.